Вот это событие происходило в Магнитке. Здесь люди протестовали, да и протестуют против ненавистной 98% россиян пенсионной реформы. То бишь, господа, если бы мы, да и везде получали нормальную зарплату, а не впендяривались в нашу жизнь за копейки, то можно было бы это ждать. То бишь, работник металлургии также работает, как и работник той же металлургии в Германии и в США. Но в США зарплата в 178 тысяч рублей в среднем. Немец также зарабатывает, но в два раза больше. Наша средняя зарплата по стране, ну максимум 50 тысяч рублей. То бишь, в 4 раза меньше США и в 8 раз меньше Германии. А работают точно так же. Я ничего не буду говорить про зарплаты медиков и учителей. Они там в разы больше, в разы. Теперь вернемся к кредитам. За дом американцы платят 3,5%, за машину 4 или 5. Ну как-то так. То бишь, если мы равняемся на типа США, которая по сути никогда в жизни не являлась эталоном крутизны, а так в среднем мировом рейтинге где-то в 30-х местах по уровню качества жизни присутствует, мы даже до них не дотягиваем. Я не говорю про пенсию. Хотя за все, за все, за все мы платим в 3 раза больше. И за питание тоже получая мизер. Круто, а то. Теперь про условия жизни. 97% мирового населения живет в субтропиках, тропиках и на экваторе. Здесь только россияне. Холодно, море одежды, идиотские цены на жилье. Таких по сути нигде нету. Как человек может платить из пенсии 7 или 8 тысяч на обслуживание квартиры? А остаток какой? 5 тысяч на жизнь вы не обборзели, а то. То есть вы решили мочить. Вот так вот, мочить свое население. Ну круто. Только вы откуда вылезли? Большинство миллиардеров в России имели стойкие коммунистические корни. Большинство. Помните? Коммунизм это народная партия. Почему сейчас, кто работает для народа и защищает народ, находится в странных и непонятных условиях? Вы, миллиардеры, были коммунистами. И думаете, что приняв народ за быдло, из которого вы выросли, вы быдлом не стали? Да нет, вы такие же, как и были. А миллиарды ваши на что? Вы не верите в Бога, хотя находитесь в церкви. Вы пришли голыми и уйдете, захватив с собой ну максимум 100 тысяч долларов. Больше ни один самый крутой костюм, ни самый крутой гроб, ни самый крутой памятник не стоит. Еще вопрос о памяти. Как-то в России вообще в бытность помнили всего несколько царей и князей, и одного лидера партии. Остальные ушли в небытие. Вот вам о чем думать бы надо. Время-то идет, господа, или как по стамб, былые товарищи. А мы будем работать и далее, по вашим законам. Потому что решения переделываются, как это случилось с Крымом и Новороссией. Наша задача добиваться проведения референдума о том, чтобы пенсионный возраст не повышался. Наша задача добиваться, чтобы ни одно важное для народа решение не было принято без всенародного голосования. Я обращаюсь к вам, пришедшим на этот митинг, все, кто готов уйти в законодательную власть Магнитогорска, все, кто готов участвовать в создании органов территориального самоуправления, присоединяйтесь к нашему объединению коммунистов и беспартийных. Власти абсолютно все равно, что мы пришли, и никак они на это реагировать не будут. Для того, чтобы как-то повлиять, нужны действия. Мы, собравшиеся магнитогорцы, требуем от президента и правительства Российской Федерации установить прогрессивную шкалу налогов для богатых. Тогда найдутся средства на пенсии, а то все плачут, денег у них нет, а миллиардеров не трогают. Второе. Отправить президента, правительства и партии «Единую Россию» подставку, как неспособные решать экономические и социальные проблемы. Третье. Поддержать предложение КПРФ о моратории на правительственную пенсионную реформу до 2030 года и рассмотреть вариант КПРФ о пенсионной реформе, предусматривающей сохранение существующего пенсионного возраста для мужчин и женщин. Закрепление на время моратория до 2030 года прогрессивной шкалы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование трудоспособных граждан. Суть. Богатые платят больше. Сокращение демонстрационных расходов федерального бюджета, олимпиады, чемпионаты, показывающих приезжим иностранцам, какая Россия богатая. Пускают пыль в глаза на миллиарды и триллионы рублей. Под давлением массы все-таки передумали. Тем не менее, на днях законопроект приняли. Теперь у нас остается только одно – народный референдум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова